Уважаемые коллеги, модели реальных средств в различных технологиях сейсморазведки развивались в последние 10 лет вместе с этими технологиями. Это устоявшийся известный факт, что модели развиваются вместе с наукой развиваются. Здесь конкретно пойдет речь о моделях, которые используются в методах вертикальностеймического профилирования и которые поставляются в сейсморазведку, поскольку вертикальностеймическое профилирование заслужено и действительно является тем базисом, без которого грамотная обработка и интерпретация наземных данных практически невозможна. Парадокс, однако, состоит в том, что модели, которые выдаются в глаземных сейсморазведках, используются внутри методов ВСП. Они, эти модели, не вполне точные и это часто зависит от методов получения моделей, от методов обработки. И различные подводные камни, которые здесь есть, необходимо учитывать, чтобы не считать, что результаты, которые выдаются в методе ВСП, безупречны. Вот план презентации, значит, будет в трех направлениях. Модели решения задач направленных на повышение эффективности. Вообще, три группы задач, в частности, методов ВСП. Это первая группа задач, связанная с повышением эффективности наземных сейсморазведки. Вторая группа задач, это геологическая задача, связанная с изучением космического профилактика. И третья группа, это задачи технологические задачи. Например, прогноз в процессе бурения, нормальных высоких пластовых давлений, рапоопасных зон, примерно. Изучение направлений трещиноватости, которые имеют важное значение для последующего разбурения с парами в случае горизонтальных стволов и так далее. То есть, это вот первое направление, далее среду. Значит, вот я напомню модификации, которые в методе ВСП имеют место, поскольку они будут упоминаться. Поскольку год назад на этом уважаемом сценарии рассказывал о компонентах технологий метода ВСП, то это просто напоминание. Значит, вот продольный ВСП, ВСП на вертикальных лучах, непродольный ВСП, когда нельзя понебречь удалением, вот это вот, вот это вот, волковые ВСП заражены медленно-большой дорогой. ВСП с подвижным успешником. Круговое, круговое ВСП, которое чаще применяется на объектах с целью изучения, простирания трещиноватости. Выбор возбуждения в слое колебаний. Про выборы в слое возбуждения колебаний вообще трудно переоценить значимость этой задачи. Все больше выясняется, что ключом к пониманию импульса, формируемого в источнике, является верхняя часть разреза. Когда мы знаем строение верхней части разреза, можем прогнозировать изменение импульса, путем изменения глубины источников, в случае погружных источников. Оказывается, что для достаточно простой среды, двуслойной среды, когда верхняя часть, это зона малых скоростей, акустически наиболее резкой грозницей является ее подошва, суммируем импульс у прямой волны и волны спутника, вот обеспечить вот эту частотную характеристику, которая практически, она такая же, как частотная характеристика, отражение от контрастных условий, в случае, в случае. Так вот, эта частотная характеристика, в начальной части своей, она напоминает вид верхнечастотного фильтра. Верхнечастотного фильтра. И когда глубина взрыва меняется, меняется, естественно, меняется частотная характеристика, и когда утверждается, что глубину надо выбирать равной четверть длины волны, первый же вопрос, а какой длины волны ставят в тупик те, кто рекомендует. Потому что до первой революции в сейсморазведке, еще когда запись была ослографная, выбирали глубину взрыва такую, чтобы запись была еще сильнее. Но при этом забывали о том, что усиливают видимую, обведут на видимой частоте. А правая часть в рабочем диапазоне частот, невидимая, она была сокрытой. Развитие цифровых методов, естественно, предполагает расширение полосы частот и, естественно, усиление тех компонентов, которые не видны на записи. И вот в этом направлении изменение глубины взрыва, оно диктует расширение полосы частот, возбуждаемых, а не усиление, потому что усиление и так достаточно современной аппаратурой, а сигнал достаточно. Вот здесь примеры спектра, формы сигнала, и видно, как изменение глубины взрыва, меняет форму сигнала, наиболее простая, когда подзвумно можно скрыть и так далее. Это известные вещи, но, к сожалению, они не вполне используются с изморазвещением. Не так давно мне попала статья, чтобы утверждать, что оптимальные такие условия, когда амплитуда больше и ширина полосы больше. Это противоречие такие, так же, как, например, коррелируемость разрешенных записей. Ну, значит, в этом направлении можно давать четкие рекомендации насчет глубины возглушения и колебаний, когда двухслойная среда, а где это? Московская синеклиза, балтийская синеклиза, ну, ряд районов, где вот такая среда. А если среда сложнее, там, естественно, надо опираться на вот тот циклит, который расположен в верхней части разрезан, потому что это отражение, которое суммируется с основными, оно может быть высокочастотным, низкочастотным. В любом случае вывод такой. Нужно моделирование, чтобы прогнозировать изменение условий возбуждения. Ну, вот, пример, здесь теоретически наблюденный спектр и ширина спектра. Тут наблюдение полное, потому что среда адекватная, модель адекватная. Если она такая, можно пользоваться этими советами и не искать суглинки, глины и так далее для возбуждения и колебаний, потому что это анахронизм с органинацией спектра. Ну, вот здесь это примеры того, как при той же модели с повторением возбуждения и колебаний может получиться, что импульс трансформируется вот в таких низкочастотных восстановках в Беларуси. Вот, от того, что сама модель меняется. А что с ней делается? Пока еще не вполне можно получить ответ. Но наблюдаются такие результаты. Вот наземные источники, которые перемещаются вдоль профиля, и когда заполочено место, хотя по дороге это не увидишь, дорога проходит через скот раздесплатный, то мы видим перекачку энергии, резкое падение амплидой, увеличение относительно интенсивных низкочастотных, падение среднечастотных. Ну, и вот еще пример насчет верхней части разреза. Значит, понятие анизотропии часто используется, когда надо, не надо, и когда пытаются объяснить какие-то наблюдаемые аномалии волнового поля. Например, когда побочная глистальная компонента, она достаточно интенсивная, вот как здесь, и дежурный ответ, это анизотропия. Значит, ничего подобного. Главное ситуация, когда верхняя часть разреза рыхлая, и дело отнюдь не в анизотропии. А в чем дело? Вот более 20 лет назад ввела в СССР понятие Ирина Романовна Абаленцева геротропии, которая еще не используется. А между тем, если во все это запустить научный оборот, то можно будет прогнозировать возбуждение колебаний ненаправленных источников на игрокомпоненте. Обратите внимание, какое чистое поле на игрокомпоненте, где поперечные волны, надеюсь, не запитые никакими обменами волны, потому что игрок поляризации. Модели поляоприэстических церквей, сейсмические скорости, сейсмические скорости, Ну, а традиционно десятилетие определялись предположения модели однородной среды. То есть приводили к вертикали-вертикали гадокуфа. И когда пункт взрыва приходилось удалять, возникала такая очень досадная ситуация, когда за критическое удаление из пункта взрыва, изходящего на приходе, то разрыв гадокуфу до критического, но со значительным преломлением. Когда нет разрыва, то определение скорости приводило к тому, что формировалась ложная граница при приведении к вертикали вот таким дедовским способам, без учета преломлений лучей. И что получалось? Сама модель, которая выдавалась, она содержала ложные границы. И когда вводились кинематические поправки, не только в наземной сестной ветке, но и в данные ВСП, при стратеграфической привязке отражений, когда не продольный профиль приводился к продольному, а затем справляющегося отраженных волн. И ломали голову себе исполнителя. Почему одно отражение привязывается, а второе смещается в другое время? А потому что модель ложная получалась в результате предположения о ее однородности. А потом, когда ее начинали применять в среде слоистой, она уже была неточной. Что делать? Делать вот что. Во-первых, при выделении границ, чтобы они не были ложные, рекомендуется использовать редуцированные вертикальные гадографы, которые не приводятся к вертикали, естественно, получающие ложные границы. У нас видно, что редуцированные гадографы снимается тренд. Тренд среднеэффективной скорости всей склады. Также в граверазведке снимается тренд низкочетокный. Мы выделяем локальные аномалии. Вот здесь мы разведки, здесь мы начинаем выделять границы, потому что мы увеличиваем масштаб, укругляем его, вычитая вот этот тренд из вертикального гадографа. И довольно точно мы эти границы можем подсекать. Вот и а далее. Мы выделили границы, мы уходим от приведения к вертикали в продолжение модели 1-6-2 и без приведения к вертикали решаем обратную кинематическую задачу. Без приведения к вертикали. Сразу по различным вертикальным гадографам. Что получается? Вот здесь все перед вами. Киоретические гадографы, которые получены последние итерации потом решения обратной кинематической задачи, не наблюдены на гадографы. Ни насколько великолепно не стыкнется. Ну, различные отсколки они вызвали. Их ты прям разъяснил, что угодно видно. Ну, и вот приведение, без приведения к вертикальной скорости позволило скачком повысить точность. Но, опять-таки, когда у нас среда горизонтальной слоисты. Если мы применяем модель горизонтальной слоисты, а среда не горизонтальной слоисты, то неучет геометрии границ приводит к абсурдным результатам. Что с ними делать? Получается, из-под разведчики, модели из разных пунктов взрыва с разными плашными скоростями. Вот как здесь. Я, поскольку этот результат докладывал, с таким почти хрестомативистым. Вот пример того, как с разных пунктов взрыва скорость может меняться, вот здесь она, вдвое больше, чем с ближнего пункта взрыва. Вдвое больше. Представьте себе. А обработка проводилась как без приведения к вертикали, нет для оптимизации. Но среда считалась горизонтальной слоистой. Но на самом деле она не горизонтальной слоистой. И дальше что делать? А дальше развивать неудорешение для не горизонтальной слоистой. И когда обратная задача решалась в предположении наклонной слоистой среды, то есть неизвестной была и геометрия границ, и скоростью, то получились скорости, которые между собой довольно... Что такое? Скорости, которые между собой очень неплохо стыковались. Так, дальше. Ну, и вот изображение среди. Изображение среди, несомненно, стыковалось с моделью, которая получена в результате нарисования обратной сдачи. То есть это пример стыковки сейсмовидениями и сейсмоизмерениями. Так я не могу. Это как я делал. Дальше. Дальше. Куда идут модели? Идут модели сейсморазведки в направлении повышения детальности. То есть повышение той детальности, которая обеспечит акустический коротаж. Конечно, мы не приблизимся к этим сантиметрам, десяткам, сантиметров. Но получить вот такую модель трамвальной скорости поедренной слоу, когда на скоростях продольных волн видны локальные изменения, обусловленные там фридонасыщенности. Это мы уже можем делать. И конфигурация вот этих графиков интервальных скоростей, она близка конфигурации графиков АК. И что из этого? То, что мы можем не только выдавать пластовую модель, в рамках которых могут быть градиенты, мы можем видеть эти градиенты, скоростные, отрицательные градиенты, авторитетные градиенты. И что из этого дальше? А дальше, когда определяется, к примеру, такой параметр неукруглого поглощения, то в случае, когда мы знаем, что имеют место в пределах пласта, где определяется неукруглого поглощения, вертикальный градиент, уже не выяснилось удивление, что в случае положительного градиента коэффициент затухания по прямой волне будет в несколько раз больше, чем отражённый. Потому что эффект обусловлен увеличением импеданса с глубиной, которая приводит к уменьшению амплитуды ещё больше, чем наукруглое затухание. Вот что здесь для модели. Стратегиографическое приязвкое отражение. Ну, известно, что это такое. Значит, вот пример стратегиографического приязвкое отражение, когда всё в порядке. Значит, увязывается, вот среда горизонтальной слоистой это оседина. Выведенное вертикальное отражение стыкуется с реперами в прошлом геофизическими, с разрезом ВСП и с доземной сельско-разведкой. Всё проводится нормально. А вот когда среда наклонной слоистой при модели горизонтальной слоистой среды введение кинематических поправок приводит к тому, что оси синфазности, они не вертикальные. В данном случае они задираются в сторону меньших времён, уходя от границы. Естественно, привязать их очень трудно. А если мы не знаем модель, то мы не можем это сделать, и начинается всякая химия с подбором скоростей. В данном случае уже привести к вертикали очень трудно. Что делается из модели? Какой вывод? Выход. Они формируют трассы однократных отражений, и из этих трасс, из монтажа трасс формируют очень красивый такой монтаж. Он увязан с реперами, вертикальные оси, ничто их не забирает, потому что были взяты, взяты начальные части с контролемого слоистой, проникающие вступление. Но, опять-таки, когда мы сравниваем, да, вот здесь масштаб времён, потому что временные разрежут, здесь масштаб глубин. Когда мы переводим горизонтальный масштаб, тоже масштаб глубин. У нас получается биглубинный масштаб. Здесь глубины, привычные для соисмодетчика, и здесь глубины, в которые переведен масштаб времён. И тогда ясно, что глубины по вертикали отражения должны совпадать с глубинами, в которые переведены времена. И вот тут-то получается, частенько вот эти вот глубины, с этими не совпадают, потому что сама модель, не каретка. Если есть желание проверить, насколько корректна модель, надо вот таким образом и делать, чтобы здесь масштаб живы, здесь глубины. При изучении плоскороженного пространства модель горизонтальной слоистой среды, в том случае, когда мы будем дарить наклоны, требует того, что появилось ложное нарушение. Вы разогреваемся, времени мало, с вашего позволения, по-тругому эти вопросы. Вот еще. Влияние модели, не горизонтальной, слоистой, и не вертикальной скважины, 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 приводит к тому, что направления, на пункт взрыва, они не совпадают с направлением, в котором формируются точки отражения. Если не учитывать модель, не проводить расчеты, то у нас, мы не в том направлении будем задавать вообще бурение объектов. То есть, если мы их правильно задаем, как есть, то мы можем линию бенирования при миграции данных в ВСП выбирать обоснованно. Вот это вот забой из Крым и скважины, в том направлении, в котором реально будут находиться точки отражения. Вот пример разреза в Белоруссии, где все учтено, и поэтому не вполне правдоподобно. Не буду задерживать лично у них. Вот это ВСП с подвижными источниками, когда все учтено, и на то, и проще великолепно стыкуются данные разреза ВСП с наземными данными. Вот моделирование имеет большое значение при выборе модификации, наиболее рациональное, наиболее оптимальное. И очень дорого ставить опытные работы, когда есть возможность на объекте, есть известный модель, известный геометрик, провести моделирование. Вот пример моделирования на модели РИФа, для нашей работы с Антонией Череповской. Вот РИФ. Так, скидывай. И вот эта вот лучевая схема, которая в двух словах началась. С одной стороны от этого РИФа идет так на наклон в верхней части. С одной стороны смещается именно эта сторона слева. А с другой стороны, когда пункт зрел, то точки отражения перескапливают. То слева, то справа складные. Естественно, к чему это проявляет? Это проявляет дисперсия подробно. Вот результаты моделирования. Дисперсия только одного точек отражения. Вот это вот модели с разных удалений. С разных удалений моделируемо лучевое. Слева, справа. Не буду останавливаться, потому что я не положусь во время. Ну вот, вот идет значит, РИФ. РИФ, вот он знаменуется вот таким участком. Короче, скорость до бесконечно доходит из-за того, что горизонтально подходит мужчине. А вот разрезы, вот разрезы. На отраженных пт-волнах для непродовленного профилирования пульсообразного поведения границ вот этот набор разрезов. И если имеют такие разрезы, трудно сказать, что вообще, что РИФ или вообще какая-то мистика с пересечением границ. Вот это на обменных волнах, тоже моделированные для НВСП. Когда большая плотность пульсообразного пульсообразного прямой к тому, что мы можем уверенно уже говорить о поверхности РИФа. А вот это вот НВСП, так, НВСП, да. А вот это ВСП с подвижным источником, когда РИФ более-менее почащен правдоводом. То есть в данном случае делается вывод о том, что предпочтительное ВСП с подвижным источником в таком довольно сложном объекте, причем и на продрульных, и на обменных волнах. Ну, выводы я по ходу дела делал, не читать их. Модель исследований решения технологической задачи. Прогноз разреза между НВСП, определим по сравнению трещин. Очень интересно. Вот здесь пример. Вот это восточное туркнение, пример разреза. Разрез, вот это разрез, где видно там угловые несогласия, продрульный НВСП, разрез, все допустились продажи НВСП, прогноз между собой скважины агустических импедаций. И вот пример, где здесь удалось прогнозировать рапоопасную зону. Это разоплодненный интервал разреза, соответственно, аномально высоким пластом давлением, и связанные здесь как раз толщиноватыми ангидридами насыщенного рапой. Почему нельзя их прогнозировать в ГИС? Потому что в методах ГИС прогноз осуществляется по изменению свойств глины. Увы, в Восточной и Туркмении эти рапоопасные интервалы находятся среди солевых толщ обнародных, никаких глин нет, наземная сельско-марайютка не тянет в плане разреза способности. была поставлена задача прогноз выполнить по данному ОСП. И вот в нескольких скважинах проводился прогноз в одной скважине вот здесь сейрам вот аномально низкие значения акустического импеданса позволили в процессе бурения ниже забоя локализовать рапоопасные участки. И подтвердилось все. Когда в одной скважине прогноз был, что там есть рапа, то удалось по данному ОСП опровергнуть прогноз. нетропы и значит патриоз бурения. И простирание в слоях моделей HTI HTI трансверсальные затрогные среды с гранитальными системами. Значит вот перед вами розы трещиноватости только в ОСП. Два направления есть. Это отношение интенсивности побочной игрокомпонентов вертикально. Вот отношение минимально в тех направлениях, где по с точки зрения теории не происходит расщепление волн. То есть нет побочных компонентов. Одно направление выделено и второе направление. Дальше что с ними делать? А где простирание трещин? Где ортокональник? Где осимметрия? Так вот в этом смысле вопрос повис. И два результата в научном обороте сосуществовал. Один который Харджиш в книге приводил, когда интенсивность обменных волн, она максимальная вдоль направления трещины второй результата, который защищался в этом направлении. Ортокональна направление трещины максимальная амплитуда Минхун. Значит мы этот вопрос поставили в статье Северного воюк которая точна по терапевтическим основам на голову с фурзетой. А сейчас это может продвинуться в этом направлении. Значит вот тут модель я за недостаток времени не буду останавливаться на металле модель плоской симметрии ортокональная здесь формулы для коцентрово отражения обменных волн вдоль плоскости трещины ортоконально ну видно что вот эта часть одноэтажная более значимая от плотности зависит и при формировании разности эти значения опять-таки формула физически трудно интерпретирована но в общем поддаются они какому-то такому последующему анализу и были получены результаты очень интересные что подтверждены были выводы которые сделал Хардош то есть что вдоль его в рамках его модели нежесткая модель покрывающая толщина трещина это все для отражения обменных волн максимально вдоль направления трещин и были подтверждены очень интересные выводы Глубоковских еще сделаны самыми разными разными методами метод не исчезал HLB и так далее которые Хашин-Стрекман и были подтверждены выводы Глубоковских что для его модели для его модели карбонат модель верхняя часть жесткая максимальная интенсивность именно ортоконально трещина для обменных отраженных волн физические следствия интересны при падении продуманных лоб на границу раздела изотропные стрелки среди врачей вдоль трещины зависит только от контраста слоя вдоль вертикального управления и от контраста к отности слоя если свойство уменьшающей матрицы второго слоя отличает от слоя верхнего слоя то появление трещины нижнего слоя практически нет трещины и так далее и физическое следствие так физическое следствие в случае когда верхний слой более податливый это случай как раз хардидж с сотрудниками по сравнению с вмещающим матрицей нижнего слоя то появление трещины нижнего слоя фактически не изменяет величину скорости вертикального направления вдоль трещин однако нижний слой становится более податливым например поперек трещин и менее контрастных по отношению к слой субъекту это может привести к уменьшению процента отражения обменной волны поперек трещин в результате коэффициент поперек трещин может стать по модулю меньше коэффициентов выключения если же верхний слой имеет такие же упругие модули что и нижний слой или является более жестким как модели глубоковская по отношению к нижнему слою в случае гармония то появление трещины нижнего слоя увеличит контраст между свойства нижнего трещин и верхнего слоя в этом Вот эти выводы, они о чем говорят, они говорят, современные задачи, которые для буровиков, для технологов важны, и решение им при помощи скважинной системы развития, не только скважинной, будут помочь серьезное моделирование, опирающееся на микроструктуру, на данные ГИС, и тогда можно будет говорить, в каком конкретном случае, что дадут амплитуду обменных мутахалитов. Спасибо за внимание.